Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте все те, кто смотрит наш канал. У нас очередная лекция курса, посвященного современному государству, современному рынку в экономике 21 века. И мы продолжаем разговор, начатый уже почти месяц назад. Тогда мы с вами размышляли о пандемии как контексте. И говорили, что пандемия это не просто событие экстраординарное, форс-мажор. Это, к сожалению, одно из проявлений тех глобальных проблем, которые уже давно нависают над человечеством. И это по-настоящему важный, если не сказать определяющий фактор, того, как может и должна работать экономика, да и, пожалуй, все общественные устройства. Сегодня в соответствии с темой лекции мы начинаем разговор именно о рынке. Коротко я уже анонсировал ключевые аспекты этого сегодняшнего разговора, моей сегодняшней лекции. Речь пойдет о рынке как тотальной власти и тех коррекциях, которые этот рынок претерпевает в условиях пандемии. А также о том, что сегодня на рынке производятся не только товары и услуги, полезные для развития человека, для решения проблем технологии, социального, экологического развития, но и симулякры, знаки, которые не имеют объекта, который бы они обозначали, пустые знаки. Что это такое, я моим студентам рассказывал очень коротко в лекциях на втором курсе экономического факультета МГУ. Сейчас этот курс, напоминаю, идет главным образом для студентов, которые записались на факультатив третьекурсников экономфака, но и для всех желающих, кто хочет посмотреть, послушать, понять, разобраться, задать вопрос. Сегодняшняя лекция будет построена вне пандемического контекста. Я хочу просто показать специфику сегодняшнего рынка, а через неделю мы обязательно посмотрим на то, что же происходит со всеми этими параметрами в условиях, когда мы переходим в практически ставшую болезненной в прямом смысле слова, мучительной, смертельно опасной глобальной проблемой. Итак, мы с вами говорим о рынке в условиях пандемии, перспективах постпандемического развития. Давайте я сейчас без всякой презентации наполню вам немножко о том, что такое рынок. Для него есть много разных определений. Очень часто под ним подразумевают просто любое место, где человек-покупатель встречается с человеком-продавцом, ну и наоборот продавец-покупателем. Кто-то представляет себе супермаркет, кто-то базар, на котором бабушка продает помидорчики, кто-то вспоминает о том, что есть рынок акций, кто-то о том, что есть рынок труда, на самом деле, рабочей силы, если говорить на политэкономическом языке. Это то, где мы продаем свою рабочую силу, надеясь получить большую зарплату, а работать, ну, по возможности, не слишком интенсивно. Ну и есть немало других видов рынка, о которых любой грамотный сегодняшний человек неплохо знает. Однако вопрос, а где рыночная экономика начинается, и где она кончается, и чем отличается от любой другой? Когда мы выращиваем картошку или морковку у себя на даче, и потом ее съедаем, это рынок? Очевидно, нет. Когда в Советском Союзе, возникший 100 лет назад, Госплан формировал пятилетки, обеспечивавшие высокие темпы развития, прорывные результаты во многих отраслях, но и в то же время был одним из факторов формирования экономики дефицита. Вот когда работа шла на основе планов, это была рыночная экономика? Опять-таки, практически точно мы можем сказать, нет, это была качественно иная система координации и другая экономика. Ее часто называют плановой экономикой. А рынок? Вот здесь появляется необходимость строгому определению. Это определение дают политэкономам, оно дано в капитале Маркса. Как ни странно, с ним согласны представители самой правой, радикально либеральной школы, австрийской школы экономической теории, а вот большая часть неоклассики, господствующей сегодня микроэкономической теорией, определяет рынок предельно расплывчато. Но мы читаем лекции по политэкономии, поэтому определение на базе капитала. Рынок – это система отношений, где есть обособленные производители и есть общественное разделение труда. Эти оба компонента очень важны, потому что трансформации будут происходить именно с ними. Что такое обособленные производители? Это люди, которые работают независимо друг от друга. Каждый работает за свой счет. Ну, если вы взяли деньги в кредит, то это все равно за свой счет. Вы знаете, да? Берешь чужие на время, отдаешь свои и навсегда. Поэтому работа в кредит – это тоже работа на свой счет, да еще и с процентами, которые надо отдать дяде. Итак, работаю сам. Сам определяю, что я произвожу, для кого произвожу, кому буду продавать, где буду продавать. Обособлен. Работаю за свой счет. Мне никто не делает подарков, я никому не делаю подарков. Интерес частного обособленного товара производителя – максимум стоимости, минимум издержек. Максимум выручки, минимум издержек. Ну, если это капиталистическое предприятие, это максимум прибыли. Ну, и это одна сторона медали. Понимаете, когда Робинзон Крузо работал в одиночестве, он был обособлен. Когда производители картошки, морковки, а может быть даже яичек, чего-то еще, работают сами на себя и сами съедают все, что они произведут, они тоже обособлены. Есть здесь рынок? Нету. Для рынка нужна вторая сторона медали – общественное разделение труда. общественное разделение труда – система, где мы все зависим друг от друга. Я произвожу… Ну, хорошо, я пекарь, который печет булочки. Булочки – это хорошо, выпить кофе утром со свежей булочкой – прекрасно, но чтобы была булочка, чтобы ее можно было испечь, нужны оборудование, энергия, сырье и так далее и тому подобное. А это уже производится другими производителями, и я пекарь. Все, что мне нужно для того, чтобы испечь булочку, покупаю на рынке. Ну, и на рынке же продаю свои булочки. Я никогда не съем те тысячи булочек, которые испекаю, даже если это моя маленькая частная пекарь. Если же речь идет об огромной корпорации, то у нее тысячи субпоставщиков, тысячи покупателей, и это только часть огромной сети, о которой мы будем сегодня говорить. И так, с одной стороны, каждый сам за себя и все независимы, с другой стороны, все абсолютно зависимы, поскольку работают в системе общественного разделения труда и работают друг на друг. Вот это единство и противоположность обособленности и разделения труда – рынок. Дальше на этом рынке признание необходимости труда каждого частного производителя, пекаря, производителя автомашины, еще чего-то, все равно чего, хоть программного обеспечения, обеспечивается только тогда, когда его продукт превращается в товар, продаваемый на рынке. На этом рынке можно продавать что угодно, не обязательно вещи. Но тогда, когда писался капитал, типичными были именно вещи. Поэтому Маркс определял товар именно как вещи. Дальше я уходить в эти детали не буду. Важно другое. Важно то, что вот эти фундаментальные признаки товара, обособленные производителям, общественное разделение труда, производства продукта, который обязательно надо продать на рынке, получив компенсацию, покрывающую издержки, приносящую дополнительный доход. И это интерес. При этом одни разоряются, другие обогащаются. Вот это законы рынка. И про это надо помнить. Сейчас давайте посмотрим на то, что же происходит в современных условиях. Как мы зафиксировали, что на рынке есть еще один важный компонент, это гарантия частной собственности. Об этом я тоже обязательно скажу в лекции, потому что тут происходит очень много интересных, новых процессов. Диффузия частной собственности, подрыв вот этой частной, обособленной деятельности, соответственно, юридических форм, фиксирующих эту частную, обособленную деятельность. Но важно, что рынок имеет противоречия, которые с одной стороны порождают огромный сон проблем, а с другой стороны являются источником его развития. До определенного предела. Потом кризис и поиск нового общества. Он формирует новый тип прогресса, когда максимизируется производство вещей и их производных. В конечном итоге формируется общество потребления. Общество, где чем у тебя длиннее и мощнее автомобиль, тем ты более уважаемый человек. Общество, в котором... Ну, дальше я не буду уходить, я думаю, так понятно. Соответственно, формируется определенный тип человека. Рациональный экономический эгоист. Я хочу как можно больше стоимости. Стоимости в виде товаров, которые дорогие, стоимости в виде денег, которые сами по себе и есть стоимость. Стоимости в виде еще чего-нибудь. Может быть, даже человеческих качеств, превратившихся в товар, в человеческий капитал. Я хочу как можно больше стоимости. Вот это, скажем проще, денег. Я хочу как можно меньше нести издержки. Вот это рациональный человек, который приходит на рынок и везде ищет, как бы подешевле купить качественный товар и как бы подороже продать свой товар, не обязательно качественный. Ну, если жизнь вынуждает, то качественно, если не вынуждает, то можно и симуляк. Вот про этот симуляк мы еще будем говорить. Дальше рынок порождает определенную этику, где каждый сам за себя, один бог за всех. Где помогать друг другу, это нарушает законы рынка. Потому что рынок – это конкуренция, а не взаимопомощь. Где, ну, дальше вы сами можете легко продолжить. Сразу оговорюсь, в любом обществе человек живет не только по правилам рынка. Есть другие экономические, социальные, политические, культурные детерминанты, которые определяют жизнь человека и его нравственность. И это не только религия. В Советском Союзе не было религии, но взаимопомощи было, поверьте, больше, чем в современной России, где каждый первый верит в какого-нибудь бога. Очень мало людей, которые могут заявить, что они атеисты, вот как ваш покорный слуга, например. Но при этом с нравственностью и взаимопомощью, ну, точнее, с нравственными поступками, заключающимися во взаимопомощи, бескорыстной взаимопомощи, а не, как сказать, пиар-акциям по раздаче денег. Вот это встречается гораздо реже, чем, казалось бы, безбожен в Советском Союзе. Так что не только религия, но, итак, рынок формирует определенную идеологию, определенного человека, определенную культуру и даже определенную политику. Здесь позволю себе некоторую оговорку, которая, мне кажется, очень важная, потому что то, о чем мы будем говорить про 21 век, это принципиально важное продолжение вот данной политической темы. Ну, и вообще политическая экономия недаром называется политическая экономия. Она всегда работает с проблемами, которые лежат в сфере производственных отношений, в сфере экономики, но которые проявляются, реализуются в сфере политической борьбы и, наоборот, которые находятся под обратным воздействием политики. Итак, с точки зрения рынка нужна политическая система, которая будет гарантировать права частной собственности, но если попросту, чтобы не воровали и не мошенничали. Ну, в любой рыночной экономике воруют и мошенничают, естественно, но по идее, политическая система, тем лучше, чем меньше воруют и мошенничают. И, собственно говоря, все. Да, ну и второй важнейший компонент, конечно же, чтобы при этом обособленному производителю никакое государство не указывало, что производить и кому продавать. Я подчеркиваю, не как жить, не какие иметь ценности, а что производить и кому продавать. В результате для рынка не обязательно нужна демократия, хотя демократия – это наиболее подходящая форма, особенно для капиталистической рыночной экономики. Но демократия буржуазная. О ней еще чуть позже я скажу несколько слов. А вот если в условиях демократии начинают торжествовать политические, идеологические, а потом и экономические, социалистические тренды, возникают мощные левые партии, сильные профсоюзы, правительство начинает строить социализм, причем законно избранное, так как конституционно избранное правительство. Ну, например, как в Испании в 1936 году, как в Чили в 1971 году. Таких примеров немало, на самом деле. В парламентской победе или победно-президентской выборах левых сил. В Венесуэле Чавес победил в конце 20 века уже. Сейчас буквально в этом году в Боливии победил левый президент. Вот когда возникают такие казусы, для рынка и капитала оказывается, очень подходящим политическая диктатура. В результате, когда в Германии, скажем, да давайте возьмем пример Испании, раз уж мы его взяли, левые побеждают на выборах, формируют левое правительство. Социалисты, коммунисты, анархисты. Что делают буржуазии и сторонники рынка? Они устраивают фашистский путь. На всей Испании безоблачное небо. Пароль раздается тогда не в интернет-пространстве, а по радио. И начинается фашистская агрессия, фашистские перевороты на десятилетия диктатуры. То же самое происходило в Греции в 60-е годы 20 века. То же самое десятки раз происходило практически во всех странах Латинской Америки. Наиболее жестокий вариант Чили, когда к власти пришел Пиночет, расстреляв в президентском дворце законно избранного президента Альенда и его товарищей, потом засадив концлагеря десятки тысяч человек. Это самые скромные сведения о репрессиях в Чили. И рынок процветал. Пиночет был одним из самых активных проповедников свободной рыночной экономики под эгидой Чикаго Бойс, советников из Соединенных Штатов, из Чикагского университета, где очень известная школа монетаризма. Вот такие аспекты надо иметь в виду. В этой связи я хочу напомнить о том, что сказал о рынке уже 20 века Томас Фридман. Не путайте с Милтоном Фридманом, экономистом, монетаристом, лидером такого правого направления в экономической теории. Это обозреватель Нью-Йорк Таймс. Я прочитаю цитату. «Невидимая рука рынка никогда не будет работать без невидимого кулака Макдональдс без невидимого кулака. Макдональдс не может процветать без Макдональд Дугласа, создателя самолета Ф-15». Вот это очень важный компонент того, с чем мы сегодня сталкиваемся в мире. об этом я буду говорить чуть позже, когда мы сейчас перейдем к конкретным вопросам рынка 21 века. К сожалению, для 21 века это высказывание Томаса Фридмана остается более чем актуальным. Итак, сегодня мы переходим в мире к рынку, который я назвал тотальным рынком сетей и симулякров. Это новый вид рынка. Это все же рынок, но новый вид рынка. Образно его можно назвать рынком паутин и пауков, соответственно. Этот рынок касается не только товаров и услуг, он касается и нового облика финансов, денег, новые деньги, эффективный виртуальный капитал, как деньги, но эту тему я сегодня трогать не буду. Новый тип капиталистических отношений, отношений между наемным работником и собственником капитала, который превращается в эксплуатацию творческого труда, подчинение личности, даже творца и присвоение интеллектуальной ренты, а не только прибавочной стоимости и прибыли. Глобальная гегемония капитала венчает всю эту цепочку, но это то, что выходит за рамки нашей лекции, просто я хотел показать. Тотальный рынок сетей это начало, а дальше из этого начала, из этого ростка формируется дерево новых явлений, новых форм капитала, денег и так далее. Все это характеризует так называемый поздний капитализм. Термин, который ввели сразу несколько западных профессоров, который встречался до этого мельком в работах российских ученых, советских ученых. Это из наиболее авторитетных, пожалуй, это Эрнест Мандл, автор книги с названием «Поздний капитализм», у него ряд работ переведен на русский язык, искренне советую прочитать, один из крупнейших экономистов-теоретиков левого спектра, марксистов середины 20 века, пожалуй, второй половины 20 века. Я и мои коллеги по курсу Андрей Иванович Колганов имели счастье с ним лично не раз встречаться и в некотором, в прямом смысле я считаю себя учеником не только моего научного руководителя Николая Владимировича Хесина, но и Эрнеста Мандлова, он очень многое дал мне для научной работы, общественной деятельности и упрочения моих убеждений, не веры, а именно убеждений. Итак, поздний капитализм это пространство и время, время и место, если хотите, где производственные отношения капитализма начинают подрываться, внутри капитализма возникают отношения, которые отрицают то, что характерно для капитализма, начинает отрицаться обособленность производителей, но при этом она господствует. Вот когда-то похожая формулировка была у Владимира Ульянова, Владимира Ильича Ленина, как традиционно говорили, мы в нашем поколении и наши предшественники, товарное производство еще царит, но уже подорвано. Вот именно такой рынок становится сегодня рынком сетей, тотальным рынком, именно о нем мы будем говорить. Подрыв касается не только этого, но и природы денег, природы эксплуатации и многого другого. Видоизменяется эта система, в нее привносятся несвойственные ей элементы, черты, не черты, пожалуй, именно компоненты, элементы отношений будущего общества. Я его не стесняюсь называть социализмом, но опять-таки для нашей лекции это материал потусторонний, в смысле лежащий вне реального пространства и вне нашего мира, а лежащий вне предмета нашей лекции. Итак, давайте посмотрим на то, что происходит. рынок изолированных атомизированных производителей трансформируется. Прежде всего, еще разочек, атомизированные производители, есть булочник, малый бизнес, есть средний бизнес, на котором, я не знаю, там производятся джинсы, шьются джинсы, есть крупный бизнес, на котором производятся автомобили, есть комбинаты, на которых производятся опять металл из руды, оборудование из металла. Вот все это обособленные атомизированные производители. Сегодня формируется нечто иное. На смену атомизированному производителю приходит сеть. Эта сеть принципиально, вот обратите внимание, очень важные характеристики, она принципиально открыта, гибко и подвижна. Обособленный производитель принципиально закрыт, обособлен, сам за себя, за свой счет и так далее. Обратили внимание на это? Сеть, она, как правило, разомкнута. Сегодняшняя корпорация – это конгломерат тех или других юридических лиц, тоже корпораций. У них очень распыленный круг акционеров, собственников. Если говорить о акционерах, которые владеют несколькими акциями, то таких десятки тысяч, для крупных корпораций сотни тысяч и более. Но при этом есть мажоритарные акционеры. Ну, я потом о них скажу. Пауки, так сказать, которые контролируют всю эту сеть. Но сеть принципиально огромна, акции постоянно продаются и покупаются. И до конца даже паук не знает, что там на периферии его сети происходит. Где кусочек оторвали, где кусочек прирос, как прирос. В общем, это постоянно подвижная вот такая штуковина. Этот рынок характеризуется, вот эта сеть точнее, давайте про нее пока скажем. Сеть характеризуется тем, что в нее входят очень разнообразные структурные подразделения. Это всегда определенные финансовые институты, если мы говорим о крупной корпорации. Это всегда производство, разбросанное по всему миру. Даже если прямо филиалов в каких-то странах нет, как правило, есть субпоставщики, которые работают с этой фирмой. Или подрядчики, которые реализуют эту продукцию. Или кто-то, кто работает на аутсорсинге на эту корпорацию. И так далее и того подобное. Вот тысячи производителей, которые делают какие-то вещи для одной и той же сети. И наоборот, есть один производитель, который делает что-то для нескольких сетей. Классические примеры, это некоторые европейские заводы, где собираются велосипеды, которые потом продаются под брендами нескольких корпораций. Или где собираются микроавтобусы, которые потом продаются под брендами нескольких корпораций. То есть завод один, а он на самом деле часть сразу нескольких сетей. Вот такие сложно организованные, гибкие сети, которые контролируют корпорацию. Что очень важно, что этот рынок включает не только вот эти корпорации сети, паука и его паутина. Этот рынок включает в себя еще и мелких обособленных производителей. Помните, я сказал, классические черты товарного производства сохраняются, но подорваны. Или точнее так, уже сейчас можно сказать, подорваны, но сохраняются. Но господствуют. Господствуют, продолжает, сохраняется система, где есть человек-покупатель. Миллиарды покупателей, которые идут каждый день на рынок и покупают не только продукты питания, но все что угодно, вплоть до финансовых услуг. Есть огромное количество предприятий малого бизнеса. В нашей стране он развит слабо, а в европейских странах, в Западной Европе, предприятия малого бизнеса создают до половины малого внутреннего продукта в экономике. Эти предприятия малого бизнеса, семейная фирма, фрилансер, производитель самостоятельный обособлен, предприятия, на котором есть десяток наемных рабочих, какая-нибудь мастерская автомобильная до сих пор, по ремонту автомобиля, довольно типичное предприятие, парикмахерская, еще что-то, кофейшка. Но в сегодняшних условиях они в большинстве своем работают как филиалы, или если не филиалы, то какие-то косвенно, но жестко связанные с корпорацией элементы экономики. Типичный пример, когда это небольшое кафе, которое, тем не менее, реализует продукцию крупной торговой сети, крупный, не знаю, в данном случае, если кафе, сети, обеспечивающий фастфудом, или маленький магазинчик, который входит в огромную сеть розничной торговли, корпоративную сеть розничной торговли. Вы сами знаете таких примеров великое множество. То же самое касается многих фрилансеров. Он вроде бы как независимый самостоятельный производитель, но реально он работает под контролем корпораций. И лучшим в случае единственное, что он может сделать, это вырвавшись из-под контроля этой корпорации, попасть под контроль другой корпорации. Это не единственный способ. Власть корпораций не абсолютно, я еще раз подчеркиваю, они изменяют рынок, но рынок остается господствующей системой, базовые характеристики сохраняются. Вот это принципиально важно. Ну и, наконец, последнее, о чем я еще буду говорить, о том, что рынок выходит за рамки производства, вообще даже за рамки экономики и начинает подчинять себе все. Культуру, образование, науку, здравоохранение, спорт, межличностные отношения, дружбу, любовь, семью, религию, идеологию, политику. Практически все превращается в сферы рыночного торга, где опять-таки существуют корпорации, которые контролируют эту систему. Рынок становится тотальным, вездесущим. Прежде чем показать какие-то картинки, продолжить презентацию, я хочу пояснить. Дело в том, что сегодняшний рынок был обозначен как тотальный, в целом ряде работ, ну вот смешной такой парадокс, наверное. Я этот термин придумал сам. Ну, велосипед часто ученые открывают, потом с удивлением и некоторым огорчением узнают, что, оказывается, он уже давно существует. Но прочел я о том, что есть такое понятие тотальный рынок в фантастическом романе. Уже забыл сейчас автора, но там очередная история то ли попаданцев, то ли еще что-то в таком духе. И автор такой, советский человек, по сути дела, пишет, что власть КПСС и коммунистической идеологии в Советском Союзе была гораздо менее тотальной по своему воздействию, чем власть сегодняшнего рынка, который подчиняет себе все стороны человеческой жизни. Кстати, вот маленькое отступление, мы пойдем дальше. Я хотел подчеркнуть, что в либеральной идеологии, причем в идеологии экономического либерализма, то есть это даже не идеология как таковая, это скорее идейное оформление определенной экономической линии, определенной экономической модели, либеральной модели позднего капитализма, неолиберальной модели Вот в этой либеральной экономической идеологии существует миф, что только рынок делает человека свободным, поскольку он избавляет от диктатуры государства политической и от зависимости от государства, если государство патерналистское, выдает пособие, бесплатно учит и так далее. Ну, во-первых, еще вопрос, надо ли избавляться от того, что тебе предоставляют возможность бесплатно учиться в университете и в школе, или там бесплатно получить прививку, ну это второй вопрос. Но важно другое, важно то, что вот эта экономическая идеология либерализма, неолиберализма, точнее современного либерализма, она забывает в кавычках сказать очень важную вещь, сделать очень важный акцент о том, что человек попадает в зависимость от рынка, попадает в зависимость от погони за деньгами. Помните, я в самом начале сказал, рынок формирует определенный тип человека, морали, идеологии и так далее. Вот когда рынок становится корпоративно-сетевым и тотальным, проникает во все сферы человеческой жизни, тогда возникает и тотальная зависимость человека от рынка. Я не случайно здесь поместил картинку, как вы видите, человек, который подвешен на нитчиках. Это не я придумал, это в интернете одна из многочисленных иллюстраций того, о чем я сейчас говорю. Вы подробнее можете посмотреть. Работа Костельца, 96-й год, это книга на английском, то ли двух, то ли трехтомник, у нас перевели только один том, как раз про сетевую экономику, про вирус либерализма Самира Минна, по-моему, 97-го года английское издание вышло и на русском языке. У Грейдера есть работа, он даже пишет о кооперативном капитализме, то есть о капитализме, где корпорации кооперируются друг с другом. Стиглиц в 2002 году написал об этом блестящую монографию, ну и потом целая серия работ. Ну, в несколько меньшей степени об этом пишет еще один Нобелевский лауреат Кругман, знаменитая книга Ноу Лога, Наоми Кляйна этому посвящена. В принципе, если вам все это интересно, то в нашей Колгановой монографии «Глобальный капитал» можете любое из пяти изданий взять, есть подробный предметный указатель и подробная библиография. Там все эти работы есть, а презентация, ну, соответственно, будет доступна в видеозаписи и будет вывешена на он икон. Кстати, хотел обратить внимание на книгу Наоми Кляйна, обратите на нее внимание, она есть на русском языке, несколько изданий вышло этого автора. Ну, вот эти иллюстрации паутин, они достаточно важны, но я позволю себе другую иллюстрацию, которая мне кажется важной. Может быть, она даже более точно покажет зависимость человека от тотального рынка. Это магнит, вот видите, некая поверхность, ну, предположим, что это стол. И металлические опилки на этом столе на отсыпании. Соответственно, магнит не виден, он создает поле зависимости, я сейчас переведу на политэкономический язык, это понятие, которое выглядит образным. Поле зависимости от корпоративного капитала, от производителя тех феноменов, я даже не скажу благ, которые превращаются в товар на тотальном рынке. На самом деле, этот магнит не один, таких магнитов много, они сталкиваются между собой, где-то кооперируются, разделяя рынки, где-то соединяются в, вот, кооперируются, соединяются в сети сетей, а где-то конкурируют между собой достаточно ожесточенно. Ну, пример такой сети корпораций, который хорошо всем известен, но, во всяком случае, тем, кто успел воспользоваться международными авиаперелётами, а сейчас даже и перелётами внутри России, ну, в допандемический период. Вы, может быть, знаете, что существует всего несколько объединений авиакомпаний. Это SkyTeam, One World, ещё что-то, не помню. Их всего три или четыре. Ну, и ещё одна, которая работает преимущественно на американском пространстве, Северная и Латинская Америка. Соответственно, каждая из этих сетей, ну, скажем, SkyTeam, в которую входит Аэрофлот, Air France, ещё дюжина других компаний, у них единые цены на билеты, у них один и тот же самолёт перевозит пассажиров сразу в нескольких компаниях, у них единые залы ожидания, многое-многое другое. Они взаимозаменяемы, если вы пропустили по объективным причинам рейс Аэрофлота, можете полететь Air France или наоборот, или пересесть с одной на другую. Вот вам, пожалуйста, альянс, сеть, она разомкнута, кто-то выпадает из этой сети, кто-то включается в эту сеть. У этой сети есть свои финансовые структуры, свои государственные структуры, я дальше не буду ходить в детали, у нас, к сожалению, ещё надо много успеть сказать сегодня за лекцией. Но при этом каждая из них – это сама по себе акционерная корпорация, которая является сетью, объединяющей многих других производителей, субпоставщиков, контрактников, тех, кто даёт им деньги в кредит, кто работает с ними в рамках лизинга, аутсорсинга. Это огромная сеть, любая из этих компаний. И они сами объединены в эту сеть. Но существует и жестокая конкуренция между ними. Я приведу некоторую статистику. Это доля активов крупнейших корпораций в США, более миллиарда в объёме производства обрабатывающей промышленности. Я специально решил хоть немножко обратиться к материальному производству. Посмотрите, свыше 85% – это практически постоянно растущая линия. Это мировая статистика. На эту тему написана очень интересная кандидатская диссертация, ряд публикаций. Олег Олегович Камолова, он сейчас старший сотрудник Института экономики РАН. Можете обратить внимание на эти работы. Если говорить о финансовой сфере, ну давайте не будем ограничиваться тем, что было типично для промышленного капитализма. То здесь ситуация ещё более суровая, я бы сказал. Десятка или четвёрка крупнейших банков США контролирует половину или более даже половины активов. И это контроль, то есть каждый из этих банков – это сотни миллиардов долларов. То есть активы каждой из этих корпораций сравнимы с национальным богатством небольшой страны. А может быть даже и большой, если это страна бедная. Давайте теперь посмотрим, как теоретически квалифицируется вот эта корпоративная власть. Манипулирование со стороны корпораций. Вы знаете, здесь у меня нет… Ну давайте я расскажу про эту теоретическую квалификацию разными школами. А потом приведу несколько примеров и иллюстраций. Итак, неоклассическая экономическая теория, господствующая сегодня, называет этот феномен рыночной властью. К сожалению, его анализу уделяется очень мало внимания. Он заслуживает предельного внимания. Я не буду уходить в эту теорию, да и вообще в эти направления. Однако я хотел бы обратить ваше внимание, коллеги. Если кто-то из моих студентов или вот сейчас слушатели нашего факультатива захочет поработать с проблемой рыночной власти, я был бы просто счастлив взять руководство этой работой. Потому что здесь есть возможность соединить политэкономию, современную классическую политэкономию, современную неоклассику и институционализм. Институционализм интереснейшая тема для теоретической работы и с большим практическим спектром возможного использования результатов. В классическом институционализме, в работах Джона Кеннета Гелбрейта 60-х годов, 70-х годов 20-го века, вот эта корпоративная штука, корпоративная система была названа плановой системой. Но прежде всего потому, что, то есть по двум причинам. Во-первых, внутри этой корпорации, внутри каждой корпорации, экономика во многом организована на плановых началах. Не только, она безусловно в рыночной среде находится, но там все существенно иначе устроено. И в частности цены внутри корпорации, это трансфертные цены, которые формируются нормативно, ну, примерно так же, как наформировал Госкомцем советской плановой экономики. Соотносясь, естественно, со параметрами внешней рыночной среды, ну, скажем, для СССР это был мировой рынок, для корпорации это рынок, на котором она продает свою продукцию, кстати, тоже как правило мировое. Но внутри другие правила игры. Эти правила были очень интересно проанализированы в диссертации тогда еще молодого ученого Анатолия Александровича Параховского, сейчас вы знаете, он мэтр, заведующий кафедрой политической экономии нашей. Прочитайте, у него, на эту тему была книга интереснейшая, опубликованная еще в СССР, она, к сожалению, не устарела, к сожалению, потому что, нет, наверное, к счастью не устарела все-таки. Потому что эти принципиальные политэкономические выводы сохраняют свою актуальность до настоящего времени. Новый институционализм назвал это по-другому, переговорной силой и неравной переговорной силой, потому что у них есть рыночная власть, у других нет рыночной власти, и они этой рыночной власти подчиняются. Ну и, наконец, в марксистской теории этот феномен исследовался и советскими политэкономами, и нашими коллегами за рубежом, названия были разные, имена у этого феномена. Я это сформулировал как частичное, локальное, полицентрическое регулирование экономики крупными корпорациями. Частичное, потому что оно не охватывает всю экономику, ни национальную, ни тем более мировую. Локальное, потому что оно распространяется на определенное пространство. Речь идет не о районе и даже не об отрасли, речь идет об экономическом пространстве. То есть, в той сфере покупок и продаж, производства и распределения, и даже потребления, где корпорация контролирует своих контрагентов и может ими манипулировать. Полицентричное, потому что каждая корпорация становится таким мини-центром. Возникает как бы спектр из пауков, каждый из которых, ну, как бы мини-государство. Как бы, потому что оно не имеет политической формы, статуса государственного. Хотя некоторые черты государства есть, армии нет, но секретная служба есть. И зам генерального директора, или вице-директор по безопасности, да, или как он там называется, иногда бывает самым доверенным, а то и первым лицом после генерального директора корпорации, особенно в России. Ну, не будем отвлекаться, да. Вот это различные теоретические квалификации. Значит, если говорить о рыночной власти, то определение в неоклассике довольно, я бы сказал, неопределённое, да, не строгое. Характеризует прочность положения доминирующей фирмы на рынке. Количественные измерения определённые придуманы в неоклассике, но они очень косвенные. Важно, что она может действовать в качестве ценового лидера, что она может в определённых пределах диктовать условия покупки чужих продуктов и продажи своих продуктов. Кстати, в неоклассике насчёт покупки не зафиксировано, поэтому я добавляю презентацию, фиксирующую неоклассический подход. Она способна ограничивать доступ на рынок, причём ограничивать это тоже опять не точно, она способна регулировать доступ на рынок. Потому что кого-то она пускает, кого-то не пускает, используя самые различные методы. Она получает устойчивые сверхприбыли, ну и дальше есть много другого. Она, как правило, сращена с финансовым корпоративным капиталом, сращена с государственным аппаратом и многое другое. Переговорная сила, это термин неонституционализма, bargaining power, это способность одной из странных переговоров, игроков, акторов, унионституционализм любит игроков и акторов, оказывать давление на другую сторону или идти на компромисс для достижения нужного результата. Ну вот я сразу приведу пример из практики. Знаете, я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Но это правда из фильма «Крёстный отец», но мне хотелось чуть-чуть разбавить нашу лекцию иллюстрациями из жизни. Искусство, оно отражает жизнь, иногда точнее статистики. Ну и неравная переговорная сила, естественно, приводит к тому, что в транзакции, сделке, обмен становится несимметричным. И, соответственно, равное формальное право может реально сопровождаться вот этой неравной переговорной силой. Ну и ещё один пример, который я приведу специально для молодого поколения. Когда вы приходите устраиваться на работу в крупную корпорацию, и если за вами не стоит сильный профсоюз, в который вы вступили или вступите, став работником этой фирмы, то у вас при заключении трудового контракта будет неравная переговорная сила, да и при защите своих прав тоже, потому что трудовая инспекция далеко не всегда способна противостоять экономико-правовой власти корпорации при переговорах и в суде. На время я приведу пару примеров всё-таки, как именно на практике реализуется неравная переговорная сила, рыночная власть, возможность регулирования экономики. Проще всего это передаётся словом манипулирования, которое я включил в свою работу, в частности, в глобальный капитал наш, Сколганов, на основе работ политологов, социальных философов, философов политики, ну, в частности, очень разные учёные, работающие сейчас в США, выскочила, извините, фамилия моего греческого коллеги, он написал очень интересную книгу «Манипулирование», переведённую на русский язык, ну, и книгу с таким же названием написал русский такой очень публицистизированно пишущий учёный Карамурза, не тот, который либерал, а тот, который державник. Последняя работа интересна тем, что в ней очень много примеров, но не всегда всё строго, это мягко сказано. В любом случае, манипулирование, потребители манипулирования, любым другим контрагентом на рынке корпорация реализует через маркетинг и, в частности, через рекламу. Этот феномен подметили очень многие, начиная с, пожалуй, первых работ о монополистическом капитализме, но наиболее ярко об этом писал, в частности, Джон Кеннет Гелбрейт. У него есть замечательное выражение «Только умственно отсталый человек нуждается в напоминании о том, что Кэмел – это сигарет». Ну, в данном случае он описывал феномен «Таймс-сквер», центр Нью-Йорка, центр Манхэттена, площадь, на которой традиционно на огромном здании сел еще более огромный рекламный щит, мигающий всеми цветами радуги. На нем был изображен верблюд во рту этого пасти. Что у верблюда? Рот, пасть, неважно. В общем, у него в зубах торчала огромная сигарета, так наружу упирающая из нее, шел дым, верблюд попыхивал сигареты. Естественно, было написано «Кэмел». Тогда еще можно было рекламировать сигареты. Сейчас там рекламируют что-то другое. Когда я был последний раз, там бесконечная и вездесущая «Кока-Кола» была. Для чего это делается? В рекламе «Кэмела» было написано, что эта сигарета лошадь может убить. Не то, что, если несколько, то верблюда. Если бы он действительно курил, он бы помер. сказать, что она вредит тому, сему вызывает рак легких. Там было написано, что, ну, хотя бы то, что от нее кайф человек получает в определенных пределах, в определенной ситуации. Нет. Просто давление на психику, на подсознание и так далее. Пример, который я постоянно приводил студента, может быть, вы его даже запомнили. Я обращаюсь к своим, вот, нескольким студентам с межфакультетского курса под Рождество. Во всех странах мира мне доводилось эту рекламу видеть и в Европе, и в США, и в Китае, и в российской глубинке. Какая-то знаменитая, как-то вереница из грузовиков с цицернами, естественно, с надписью «Кока-Кола» и, как-то веселая песенка. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, праздник. Естественно, без раствора рартофосфорной кислоты праздника быть не может. Что это такое? Опять манипулирование. Это самые простые внешние проявления манипулирования. Есть гораздо более сложные. Мы сейчас перейдем к проблеме знаков, я не случайно привел эти примеры. Но вот эта реклама, как таковая, это всего лишь поверхность явлений. Есть гораздо более сложные механизмы, включая пиар. И сегодня способом манипулирования со стороны корпораций является все, что угодно, вплоть до включения в свой бренд, понятие социально ответственная корпорация, заявление о переходе на экологически чистые технологии и так далее. Во всем этом всегда есть доля правды, но именно доля. И вот об этом мы сейчас с вами будем говорить. Но за счет вот этой деятельности, пиар-деятельности, рекламы, создания человека, символа этой корпорации, человека-бренда, человека-симуляк, вот и происходит это самое манипулирование. Итак, мы переходим к экономике симулякров. Симулякр – это знак, который не имеет обозначаемого объекта. Знак есть, а того, что он обозначает, нет. Но если помните, была такая улыбка чеширского кота, когда кот улыбнулся и ушел. Улыбка осталась. Вот, к сожалению, в данном случае это не улыбка, а знак, который призван вас сделать счастливым. Сам по себе. Ну, конечно, лучше, чтобы и кот был, но можно и просто улыбку. Вот эту роль выполняет улыбка кинозвезды или кинозвездеца. А, нет, ну, кинозвезда, он все равно, даже если он мужчина, он все равно кинозвезда, да? Неважно, или поп-звезды, или еще кого-нибудь. Иногда даже ученого. Иногда даже политического деятеля. Даже из Чи Гевары сделали знак. Когда вы одеваете, ну, не вы, кто-то еще, футболку с таким обрисом Чи Гевары, это знак. Знак чего-то такого. Вроде бы как, наверное, надо использовать термин крутой, да, здесь. Чего-то крутого, чего-то такого фрондирующего, чего-то немножко нестандартного, хотя на самом деле это уже растиражировано сотнями миллионов экземпляров. Но при этом вы совершенно не задумываетесь, что это знак активной политической вооруженной борьбы за социалистическую систему, в том числе за плановую экономику. Чи Гевара был одно время руководителем министерства, который занимался финансами и планированием на Кубе. Да, при этом он был активным борцом во главе вооруженных отрядов, сражался и на Кубе, и потом в многих странах Латинской Америки в партизанах против фашистов, кстати, сражался. Это был по-настоящему смелый, очень талантливый человек с мощным социальным, экономическим, политическим, теоретическим наследием, которое стоит читать. Если задумаетесь, читайте Киеву Майданик, удивительно мощный профессор, автор серии работы, Чи Геварри, советник многих левых латиноамериканских правительств, к сожалению, ушел, но довелось с ним быть дружным. Так вот, футболка с Чи Геварри это знак, за которым ничего не скрыт. Во многих случаях таким знаком является надпись на этикетке, эмблема, что угодно еще. Это пока не наука, это пока некое представление, знак, за которым нет обозначаемого. Впрочем, вот это определение, оно взято из работ постмодернистов. Я уже не помню, то ли Фуко, то ли Деррида, извините, вот сегодня уже вечер, здесь у меня ссылочки на Бодрияра и Деррида. У Бодрияра воспроизводится уже это понятие, но у него есть книга «Политэкономия знака». По-моему, она переведена на русский язык. В его случае много текстов есть на русском языке. И профессор Булавка, Булавка Бузгалина, Людмила Аксиевна, написал об этом очень интересные тексты. Итак, о чем идет речь? О том, что производится не просто товар, а товар-симуляк. И этот товар, он состоит из двух слагаемых. Там есть действительно товар, то есть вещи или услуга, ну, во многих случаях более высокого качества, хотя иногда та же самая. И есть знак, который делает этот товар более высокого качества или как-то такого же качества, несоизмеримо более дорогим. Вот этот знак, это одна часть товара-симулякра. Сам по себе товар, вторая часть. В ряде случаев появляется именно только знак, вот как с футболкой. Еще один пример знака, за которым нет обозначаемого, это человек-симулякр. Ну, скажем, поп-певец, я не буду ничьих имен называть, тем более я в них плохо разбираюсь. Который выступает на стадионе, на него напялена куча всего, грим, который существенно изменяет его, так что в ряде случаев, по-моему, может выступать даже и не он, неважно, если сильно загримировать, одеться в правильный костюм, на случай будет неважно, он там или не он. В каком-то, как-то, продвинутом варианте, наверное, можно представить себе даже робота, который будет изображать этого поп-идола, но не будем слишком далеко уходить. И поет он, естественно, под фонограмму. Эту фонограмму делает десяток, а то и больше специалистов, которые специально модулируют звук и так далее, а во многих случаях просто вообще записывают. Не его накладывают, может быть, в случае какие-нибудь характерные хрипотцу или наоборот чего-нибудь, а может быть и не накладывают. Вот когда поп-певец выступает таким образом, это знак, за которым нет ничего. Когда этот поп-певец все-таки обладает каким-никаким голосом и умеет как-то супер-пупер танцевать, ну вот Майкл Джексон действительно впечатлял. Я беру пример, который мне более-менее знаком, хотя, возможно, и здесь ошибаюсь. Ну, здесь, да, есть что-то такое. Наверное, футболисты, которые получают десятки миллионов долларов, это отчасти симулякор, отчасти действительно классный спортсмен. Ну, на секунду, отвлекаясь, знаете, есть такая шутка, в которой только доля шутки. Единственный способ высказать все, что вы думаете, в том числе нецензурными словами, о миллионере, это посещение футбольного или хоккейного матча, когда вы с трибуны можете играть все, что хотите, будучи полунищим на миллионера, который бегает, вроде бы, как по твоему заказу на футбольном поле или носится по хоккейной площадке. Ну, это так, маленькое лирическое отступление, чтобы мы все улыбнулись, а то нам, вглядит, тяжелую лекцию слушать. Долго, сложно. Итак, значит, возникает вот это удвоение и возникает новая стоимость, стоимость не товара, а стоимость знака. То есть, есть стоимость вещи полезной, скажем, или услуги полезной, и стоимость знака. Есть новая потребительная стоимость, потому что, вообще говоря, потребность в красивом платье может удовлетворить продукт фабрики «Крашеная швея», ну, или, если говорить о мужском пиджаке, фабрики «Большевичка», да, А вот потребность в престижном пиджаке, за который вас будут уважать, может удовлетворить только пиджак, на котором на этикетке будет что-нибудь, я не знаю что, какой-нибудь босс, шмос-терембосс. Я не буду называть фирмы, чтобы никто меня потом в суд не подал за антирекламу. Мне уже не раз сильно влетело, но я чуть не влип на каком-то телевидении, упомянув какую-то фирму злым тихим словом. Вот в таком же примерно разговоре. И дальше удваивается фетишизм. Появляется фетишизм знака или бренда, а не только фетишизм товара. Значит, ну примеров довольно много, я не буду сейчас в это уходить. Я вам назвал работы, добавил к этому книгу Дэвида Котца. А вот дальше это касается в том числе и культуры, а не только экономики, я говорил. Ну и в целом формируется вот эта сбрендившая экономика. Итак, простейшие попытки зафиксировать при помощи как бы формулы. У меня тут тоже знак получается, такой симулякор своего рода. Потому что посчитать это в каких-то случаях можно, а в каких-то нельзя. С качественной точки зрения это соотношение полезностей. Полезностей симулякра, симулятивной полезности и реальной полезности товара. Вот в одном случае это полезность от хорошей вещи, если она хорошая, конечно. А в том случае это полезность от того, что ты чувствуешь себя счастливым, от того, что ты на себя напялил платье или пиджак, или сумочку, или автомобиль приобрел, на котором написано правильное название, правильные фирмы, и которые стоят, как мы сейчас выясним, намного дороже, чем обычное того же качество вещь. Ну, ютиль – это придумка не марксизма, это придумка неоклассической политической экономии. Утиль считать никто не научился, но вы с ними работали в курсе микроэкономики, поэтому я решил этим воспользоваться, именно этим обозначением. Можно посмотреть и на соотношение стоимостей. И вот здесь уже кое-что посчитать можно. Можно сравнить стоимость товара высокого качества, но не являющегося брендом, не имеющего особого раскрученного знака, со стоимостью товара бренда. Соответственно, стоимость товара бренда будет выше, чем стоимость товара того же качества, который не имеет симулятивной добавки. Можно, кстати, посчитать и стоимость именно симулякра. Это стоимость товара бренда, из которого вы вычтете стоимость товара более высокого качества. Но косвенной мерой может быть еще и сравнение издержек на производство более высококачественного товара в рамках предприятий, создающих бренды, и стоимости на производство бренда как такового. Это стоимость маркетинга, стоимость пиара, стоимость бесконечных других действий, которые связаны с продвижением товара, созданием имиджа фирмы, с формированием знака фирмы, лого. Почему у Наоми Кляйн книга называется «Ноу лого», логотип лого, который сейчас стоит, иногда его называют еще нематериальными активами фирмы, и многого другого. Здесь есть целое направление, которое занимается вот этими количественными исследованиями, но, как правило, из них не делаются те политэкономические выводы, которые я только что сделал. Ну и, соответственно, можно посчитать прибыль, которую вы получите от продажи обычного товара высокого качества, и сравнить ее с прибылью, которую вы получите от продажи товара, который имеет знак, симуляк, к которому добавлен симуляк. Ну и дальше надо иметь в виду, что возможны альтернативы всему тому, о чем мы говорили. Я вам обещал постскриптум с определенными альтернативами. Значит, ну давайте так, о гражданском обществе, как гарантии социально-ответственного развития, я вам ничего не скажу. Я вам просто напишу, что это есть. Нет, ну, я все-таки не выдержу, скажу несколько слов. У нас все-таки политическая экономия, поэтому немножко об этом аспекте я могу вам сказать. Дело в том, что вот это манипулирование человеком, осуществляемое корпорациями, как правило, сращенными с государством, может встречать противодействие и встречает противодействие. Для этого со стороны вот этих разрозненных акторов, тех самых комариков, которые попадаются в паутину корпорации или тех опилок металлических, которые на поверхности стола и которыми играет магнит. Помните, я вам говорил, что да, вот магнит может играть под столом опилками металлическими и там несколько магнитов заперчить друг к другу. Вот противостоять этому опилке, давайте этот образ возьмем, мы с вами могут только превращаясь из пассивного кусочка металла в реального субъекта общественного действия, экономического, культурного, политического и так далее. Но для этого они должны иметь определенные формы организации. И такими формами выступают институты гражданского общества. Это могут быть профсоюзы, объединения потребителей, альтернативные формы организации экономической жизни. Есть целое направление экономика солидарности или социальная солидарная экономика. Кстати, во Франции принят закон о развитии солидарной социальной экономики, который поддерживает кооперативы, коллективные предприятия, ассоциации потребителей, потребительские кооперативы, экологические объединения, местное самоуправление. Формирование локальных валют, когда вместо евро или еще чего-то используются внутренние кредитные обязательства, беспроцентных кредитных союзов, типа КАЗ-заимопомощи, где нет процента, где люди просто сами друг другу помогают. Экономика солидарности включает в себя такие сферы, как бесплатный обмен или просто бесплатные подарки. Бесплатный обмен, то есть, когда вы не считаете, сколько стоит, кто сколько кому передал, просто вам это не очень нужно, вы отдаете другим. Если нужно, то берете. Есть интернет-пространство, даже это не сайт, это пространство, на которых очень много разных ресурсов. Дар-удар, в целом экономика дара-обмена, в том числе и в России это действует, там очень многое можно получить просто бесплатно. Очень многое можно, наоборот, подарить людям. Ведь в странах, где более-менее, более-менее внутри капитализма левое правительство или власть, эти механизмы развиты очень сильно. И гражданское общество решает очень широкий круг проблем, сильно ограничивая власть корпораций, возможности манипулирования и так далее. Более того, они формируют другой образ жизни, другую систему ценностей и интересов. Они противостоят вот этому фетишу, знаков, симулякров, брендов, противостоят сбрендиванию экономики. Вот помните, я ввел термин «брендившая экономика», не акцентировал. Кстати, это термин одного из моих студентов. Точнее, ну не совсем моих, он выступал у нас на конференции и консультировался немножко со мной. Так вот, альтернатива вот этой сбрендившей экономики, фетишизации брендов – это другой образ жизни, который формируется практикой новыми общественными отношениями. Эти новые общественные отношения формируют институты гражданского общества. Примеры таких институтов – это пространство внутри разных стран. Я приведу два примера. Латинская Америка, где, скажем, есть движение безземельных крестьян, это миллионы в каждой из крупных стран Латинской Америки, миллионы участников, которые создают там фермерские хозяйства, кооперативы, коммуны, различного рода открытые сети производителей и потребителей, обрабатывающих неиспользуемые земли, заброшенные земли. Там была сложная политическая борьба, но это другая история. Кстати, есть интереснейшая серия работ научных, свои журналы, диссертации, книги, школы в Латинской Америке проходят… Вот сейчас, еще, наверное, даже не закончился месячник, месячный конгресс по экономике солидарности различных институтов гражданского общества Латинской Америки и ученых, причем со всего мира ученых. То же самое есть в Индии и во многих других странах мира. Я уже не буду приводить примеры Скандинавии, которые я своим студентам уже уши прожужжал, где тоже капитализм. В Латинской Америке жестокий капитализм, они борются с этим жестоким капитализмом в Латинской Америке. Скандинавии – это реформа, это пассивная такая конкуренция институтов гражданского общества и корпораций. Точнее, не пассивная, но не жесткая. Но, тем не менее, это вот родственные альтернативы. В результате этого формируется социально ответственный бизнес. Скажем, среди европейских корпораций существует новый тренд. Отчасти под давлением гражданского общества, отчасти они это превращают в новый способ формирования новых симулякров. Создание экологически чистой продукции, осуществление социально ответственного производства и так далее. Ну, как с любой рекламой. Немножко нового зеленого качества, немножко социальной ответственности и немалая толика чистой рекламы и обмана. В любой рекламе есть это, так сказать. Мерседес это машина более мощная и большая по размерам, чем маленький Пежо, да, так сказать. Хотя на трассе у них одинаковая скорость, а в городе Пежо даже более юркая машина. Ну, все-таки у Мерседес качество повыше, да. Плюс к этому бренд, который обманывает. Поэтому получается, так сказать, помесь симулякров с более высоким качеством. Так и социально ответственные корпорации в Европе. Ну, и не только сейчас. Они и в Японии, и в Соединенных Штатах, и даже в Китае. Есть, так сказать, политическая альтернатива политическому манипулированию демократии корней травы. Ну, и есть, наконец, целая мировая сеть. Это альтраглобалистское движение, подчеркиваю, не антиглобалистское, сепаратистов, консерваторов. А альтраглобалистское, предлагающее другую модель взаимодействия внутри национальных пространств и в мировом пространстве, регулярно проходят всемирные социальные форумы, последний проходил в онлайн-пространстве, десятки тысяч активных участников, докладчиков, тысячи общественных организаций и движений, миллионы просмотров в интернете. Если кому-то интересно, на эту тему публикуются статьи, журнале «Мировая экономика. Международные отношения», в целом, скорее, пролиберальный журнал. Сейчас выходит интересная книга на русском и английском языках по глобализму. Я туда написал большой раздел про глобализм, теоретический раздел. В принципе, на факультетах политологии защищаются на эту тему работы студенческие, магистрские, пишутся диссертации на эту тему, защищались недавно. Поэтому, если вдруг кто-то осмелится написать об этом политико-экономическую работу, скажем, об экономических программах, социальных движениях, это было бы блестяще, хотя и несколько рискованно. Ну, давайте я не буду увлекаться, давайте здесь я поставлю многоточие с теми, кто смотрит нас в интернет-пространстве, я прощаюсь. Вы можете писать, как всегда, на наш YouTube-канал свои соображения, реплики, вопросы. Если кто-то хочет подключиться к нашей работе, помочь организационно, материально не надо, финансы мы не собираем, то, пожалуйста, подключайтесь, пишите, мы обязательно с вами свяжемся, на вопросы я периодически отвечаю. Субтитры создавал DimaTorzok